Всем привет! Меня зовут Сергей, я работаю 3D-художником по персонажам в компании BlackAvia Games. И сегодня мы разберем с вами процесс создания персонажа на примере Снорча, уже всем хорошо известном. Изначально я получаю свою модель в виде такого вот концепта арта. Затем я после этого создаю хай-поли версию этой модели в программе ZBrush. Да я даже не знаю, что говорить, я просто привык обычно молчать и делать. Программа вот ZBrush для создания хай-поли версии. При помощи различных инструментов ты можешь скупить, создавать, как из глины лепить персонажа и не заморачиваясь над его топологией. Мы экспортируем хай-поли версию в программу для ретопологии, чтобы оптимизировать сетку для дальнейшей работы аниматоров и других людей, вот и для текстурирования. Это программа Blender. Кто-то использует майку, кто-то топоган, кто-то другие программы для процесса ретопологии. Я же делаю в Blender. Для этого я использую специальную утилиту Polyquid, специальный аддон и могу строить уже поверх хай-поли версии, строить сетку лоу-поли. Ретопология это процесс создания, создание оптимальной сетки для текстурирования и анимации. Поверх уже хай-поли, потому что ты когда в ZBrush'е делаешь хай-поли версию, она состоит из порядка 5-10 миллионов треугольников. Для работы в игровом движке моделька должна содержать не больше 3-5 тысяч треугольников. Вот у нас мы создали пленчик обычный из 4-х углов и поверх хай-поли версии мы создаем лоу-поли. Вот таким вот образом. Такой вот у нас получился персонажик. Готово у нас лоу-поли. Мы ее экспортируем в другую программу под названием Armaset Toolbug. Сюда мы загружаем две версии. Хай-поли и лоу-поли. Версии одной и той же модели. Запекание это просчет. Просчет, как это, влияние среды окружающей, в том числе света, допустим, на вашу модель в 3D-пространстве. То есть эта информация просчитывается и переносится на текстуру, на лоу-поли, на вот эту текстуру, которую мы развернули, сделать развертку вот этого. Она туда переносится, и таким образом у нас создается имитация имитация хай-поли на лоу-поли версии модели. Вот для этого нам и нужен этот процесс запекания. И мы прекрасно это все запекли, перенесли вот эти все детали на лоу-поли версии. Она уже выглядит практически как хай-поли, только она уже не содержит уже 10 миллионов треугольников, а всего там, мы уже посчитали, 3 с небольшим, 3 700 тысяч треугольников. Нам осталось создать для нее текстуры. Сейчас мы переезжаем в программы для текстурирования. Мы используем программу Substance Painter для текстурирования. Подключаемся к карте, которую мы запекли. И можно приступать к раскрашиванию нашей модели. Финальный этап это текстурирование. Туловище, рюкзак, глаза, рога, градиент, карта высот используется, имитируется освещение в том числе. Раскрашиваю, как бы на самом деле по развертке, я раскрашиваю по персонажу, но я могу в том числе включать отображение сразу же и 2D отображение вот этих вот UV-развертки и красить точно так же параллельно и в 2D пространстве, и в 3D как бы. То есть для удобства, как тебе надумали. С нуля прям раскрашиваю, беру какие-то элементы, я руками раскрашиваю, вот непосредственно, да, то есть не используя генераторы, беру вручную и крашу что-то, что мне нужно. Затем экспортируется эта модель уже для дальнейшей работы к аниматорам. Они ее анимируют и оживляют. Процесс создания персонажей достаточно трудоемкий, требует очень много теоретических, практических знаний, но это того стоит, это действительно очень интересно, поэтому, да, я люблю свой рот.